Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Собственно, впереди выходные, но прежде чем уйти на них и заслуженно отдохнуть, хотя мы с некоторых пор следим еще и за крипторынком, который, как вы знаете, зачастую даже в выходные дни более волатильны, чем в будни, поэтому покой нам только снится. Хотя, если вы по-прежнему, скажем, не стали частью крипторынка, не следите за тем, что на них происходит, может быть, вам совершенно неинтересен, и суббота, воскресенье по праву это тот день, когда можно от рынка отдыхать. Ну, наверное, это не важно. Давайте, друзья, поговорим про то, что на рынках происходит, то, что оказывает самое большое влияние на доллар. У нас, кстати, в рамках вчерашней торговой сессии очень неплохо выросла и европейская валюта. Но, может быть, наиболее, скажем, пытливые умы, уже покопавшись в фундаменте, понимают то, что причина роста евро крылась не в оснижении курса американской валюты, а в том, что появилась локальная поддержка, собственно, со стороны еврозоны, тех протоколов, которые были опубликованы, и стала причиной снова повышенного спроса на главный валютный риск, и помогла паре евро-доллара оказаться выше планки 1.20. И я не устаю использовать один термин, который с некоторых пор вошел в обиход. Это порог боль, который, в принципе, как кластер, опять же, сопротивлений находится где-то чуть выше уровня 1.20. Это рубеж, когда, если не статистика, не, опять же, потенциальный рост доллара, то, по крайней мере, определенные действия со стороны ЕЦБ должны сначала сигнализировать, а потом уже в конечном счете указывать на наличие потенциала снижения и провоцировать ослабление курса европейской валюты. Друзья, уровень текущий, кстати, по евро-доллару мы сейчас видим пару примерно на отметках 1.20.50. Это, конечно же, значения крутоваты. Будьте осторожны, крайне бдительны к любому изменению фундамента, потому что распродажи в рамках данной валютной пары могут начаться в любой момент. Про евро также еще поговорим. Ну, давайте, как и всегда, по нашей дорожной карте, по нашему сценарию начнем с того, что происходит на рынке нефти. Здесь я обозначаю экстремумы, которые были достигнуты. Уровень 70.02 – это хайп у бренда вчерашней торговой сессии. Сейчас последовал небольшой откат, собственно, котировки 69.21. И поскольку мы перевалили за сопротивление 69.50, мы говорим о том, что переписан максимум с сентября 2014 года. То есть побит многолетний рекорд на том фундаменте и позитиве, который локально на рынке присутствовал. Что отыгрывают трейдеры преимущественно американскую статистику. Я думаю, что лучше сейчас опустить пока, что пока не было новых сообщений вокруг политических столкновений кризиса, скажем так, в Иране. И коснуться отчетов от администрации политической информации. Вы сами все прекрасно видели. Запасы в очередной раз снизились по официальной оценке на 4.9. Я делал большой акцент на то, что неожиданностью до рынка стал резкий спад производства на 290 тысяч. Но думаю, что вы со мной согласитесь, что, наверное, при прочих равных, при нормальных условиях и в другое время, более спокойно на финансовых площадках, конечно же, релиз по скачиванию производства стал бы серьезнейшим фактором поддержки. И мы увидели, могли бы рассчитывать на прирост в несколько процентов. Но реакция оказалась довольно сдержанной. Я связываю реакцию с тем, что рынок и трейдеры понимают, чем это могло быть. Речь идет о сезонности, проявлении статистики и следствия прошедших новогодних праздников. И то, что нефтяной бизнес еще не вернулся к прежним циклам по скорости выработки объема производства, которое мы наблюдали по закрытию 2017 года. Будем проверять это, друзья, в следующую среду, когда будет очередной блок данных из США. И если ожидания рынка и мои тоже, думаю, что многих из вас окажутся верными, на праздники уже мы уповать не будем, будем работать с реальными цифрами. Я надеюсь, что это статистика. Ладно, бог с ними, с запасами, пусть они снижаются, потому что мы знаем, чем это связано. Но вот объемы добычи должны расти. И на это я делаю очень большой акцент. Также, друзья, хочется отметить, что поскольку сегодня пятница, и на фоне такого роста, который мы наблюдали, можно говорить о такой понятии, как эффект пятницы. И, наверное, желание после состоявшегося ралли трейдеров зафиксировать часть своих позиций, чтобы в более спокойных условиях уйти на выходные. Поэтому для тех, кто ждет разворота, как и я, первый сейчас сигнал, это, учитывая реалии текущей торговой сессии, возможность фиксации ордеров после ралли. Также еще и сегодня мы ориентируемся на один очень важный отчет. 21.00 по московскому времени выйдут данные от нефтесервисной компании Baker Hughes по количеству терминалов. Соответственно, если их число снова выросло, то для коррекции появится еще и фундаментальный фактор. Ну и добавлю немножко техники. Я очень редко обращаюсь к ним, только тогда вижу очень хороший сигнал. Кстати, если вы посмотрите на дневные свечи сейчас по бренду, вы сможете заметить то, что последняя, опять же, торговая сессия, с учетом тех уровней, с которых мы открывались и где мы закрылись, был сформирован самый настоящий тот же, который является разворотной формацией. Пусть она не идеальная с точки зрения, опять же, того же самого Билла Вильямса, но все равно это первые сигналы того, что достигнуло локального максимума, рынок подуспокоился и понимает, что нащупаны вот те значения, которые являются крайне крутыми для нефтянки. Но 70, ну это действительно так. И еще, друзья, я рекомендую вам не упускать из вида следующее допущение, то, что при столь высоких ценах на нефть, лояльности и чистоплотности представителей ближнего восточного карателя по соблюдению условий сделки энергетического парка может быть уже не такой, как раньше. Ну, по идее, цели уже достигнуты, но какой смысл у них и дальше придерживаться, опять же, прежних квот по добыче, когда увеличив производственность к процентам, это, возможно, не приведет к серьезным последствиям для рынка в текущих условиях. Соответственно, если мы спустя месяц, когда будем уже подводить итоги текущего начала 2018 года, я думаю, то, что мы сможем заметить, друзья, то, что и производство нефти в рамках ОПЕК растет, и процент исполнения договоренности уже будет, вероятно, меньше 100%. В прошлый раз ОПЕК заверял то, что они соблюдают обязательства больше, чем переуполняют на 120%. Я в это особо не верил. Ждем разворота, ждем, что этот разворот станет такой же причиной логичного давления на курс национальной валюты. Сейчас мы наблюдаем котировку 56-56. Если интересуют выгодные, интересные инвестиционные идеи, связанные с курсом российского валютного актива и с идеей российского валютного рынка, то, друзья, текущее значение – это, считайте, вам новогодний подарок от индустрии рынка Форекс и того, что происходит на финансовой арене, потому что вряд ли мы увидим существенно более крепкий рубль. А вот на ослабление можно рассчитывать, потому что видим больше причин, даже уже технических, связанных с перепроданностью, точнее, перекупленностью, что рынок нефти пойдет вниз и обязательно потащит с собой и курс российской валюты. Цели у нас прежние, ориентиры 58-59. Доллар, японская и иена. Вчера мы очень много говорили про то, что происходит с этой валютной парой. Основной акцент был сделан на то, что трейдеры обратили внимание на появившиеся сообщения на рынке о том, что Поднебесная, в частности, Китай, подумывают о прекращении, резком сокращении покупки государственных облигаций США. Это казначейские бумаги, десятилетки, может быть, даже более длинный интервал погашения. Но самое главное, это, в принципе, отношение Китая к долгу. И интересно то, что на рынке тут же последовало объяснение, с чем это можно было связать. Мы присоединились к этому, потому что оно было абсолютно логично. Это и снижение привлекательности долга, и определенные напряженности, которые есть в ряде вопросов, касающиеся торговой сферы, отношений между США и Китаем, тем более в свете возможных взаимных таких протекционистских мер, которые могут быть введены уже в самое ближайшее время. И Китай вправе был обозначить такую тематику, как пересмотр портфеля, его диверсификацию. И это повлияло на настроение трейдеров, хотя я еще вчера сказал, друзья, это вряд ли тот самый новостной фонд, который является истинной движущей силой от снижения пары доллара японской иены. А сейчас котировки, кстати, у нас 111.26, это фактически минимумы недельные. И чтобы резюмировать, опять же, вот эти основные причины и их реальное влияние на курс, я снова повторяю, что основная причина кроется все-таки, скорее всего, в деятельности Банка Японии по сокращению объема покупки облигаций. Что касается тематики отношения Китая к скупке американских казначейских облигаций, сразу хочу отметить, друзья, что эта новость оказалась фейком, потому что последние комментарии от государственного валютного управления Китая указывают на то, что ничего подобного они в плане позиций не обозначали. И этот комментарий, по сути, их реакция на то, что на рынке обсуждали, потому что они вынуждены были решаться, отметив то, что такой инициативы обозначено не было, и покупки остаются по-прежнему в высоком ключе. Я признаю этот момент, потому что если мы будем говорить про 2017 год, то бумага была куплена на солидную сумму, примерно около 150-160 миллиардов, и что-то не похоже, потому что Китай начинает несколько притормаживать с закупками этих облигаций. Есть статистики локальные вчерашнего дня. У нас был очень важный отчет, важный, потому что мы планировали использовать его, чтобы понять, какую статистику мы можем получить по инфляции. Индекс цен производителей, который вышел вчера, спад с роста 1,4% в прошлом месяце до 0,1%. В годовом выражении 2,6%. Рост с прошлого 3,1%. То есть и в месячном, и в годовом эквиваленте у нас снижение – это плохой сигнал, но не скажу то, что какой-то совсем деструктивный, который должен заставлять нас хвататься за голову и говорить о том, что в области инфляции все плохо, нет оснований для того, чтобы рассчитывать на стабильный рост этих инфляционных ожиданий и мы ссулить тему, связанную с потенциалом ужесточения монетарной политики в США. Еще не вечер. Сегодня, кстати, у нас данные по инфляции, по рыночным продажам. Вот на эту статистику я делаю, как и многие покупатели долларов, очень большую оставку, потому что если мы увидим сильные данные, их в принципе, особенно отчет по инфляции, не нужно недооценивать, потому что это тот самый риск, который закладывается в основу позиций ФРС касательно дальнейших решений по изменению монетарной политики и повышению процентных остатков. В 16.30, друзья, сегодня выйдут данные по инфляции по рыночным продажам. Я думаю, что в этот раз, пожалуй, нам стоит быть даже немного предвзятыми, может быть даже не совсем объективными и даже, как бы сказать, пристрастными к доллару. Но не без этого, особенно если есть четкое понимание, почему в рамках того или иного валютного инструмента должна произойти и развиться определенная динамика. В данном случае нам нужен рост доллара. Мы опираемся на поддержку вот этих ожиданий, что статистика по инфляции справится с задачей катализатора курса и, соответственно, ждем, что сегодня с этих локальных минимумов пара доллара и японская иена будет восстанавливаться. Заявки на пособие по безработице, тоже отчет, который вышел вчера, 261 тысяча обращений с прошлого, 250 тысяч выше, но мы держимся ниже 300 тысяч уже больше трех лет. 300 тысяч – это тот самый барьер, который, я считаю, мы должны удерживать. Если мы видим цифру ниже этого показателя, значит, с рэнтом труда все нормально. Фон против доллара, друзья. Британия срастет. Это то, что нужно нам. Котировки 1.3547 ждем пару на отметке сначала 1.37. И оптимистов хочу порадовать последними заявлениями Терезы Мэй, например, министра Англии, о том, что она сейчас старается согласовать самую лучшую для британцев позицию, ну, максимально комфортную для национальных домохозяйств по Брэзиту, то есть такому бракоразводному процессу Европейского Союза и Англии. И, соответственно, на следующий этап переговоров она поедет уже вооруженная тем, что нужно протащить в качестве национальных интересов и, конечно же, учитывая ее ливийную вкладку. Я думаю, что она с этой задачей справится. Мы рассчитываем на прежний позитив. Доллар-канадец немного отступил от уровней, который мы видели вчера, но далеко не ушел. 1.2525. Мы претендуем на более высокие ценовые значения, потому что ждем разворота нефтянки, ждем роста доллара. И помним, насколько болезненным является вопрос потенциального пересмотра североамериканского торгового альянса, всем известного НАФТА. Поэтому комментарии уже в начале этой недели негативного толка на рынке появились. Это, вопреки даже, казалось бы, слабости доллара, все равно позволило американцу вырасти против канадца, потому что канадская валюта очень сильно просела на фоне этих геополитических рисков. Поэтому я понимаю, что сейчас, может быть, логично поставить на укрепление канадца, потому что через неделю у нас заседание Банка Канады и пересмотр процентных ставок. И вероятность того, что ставку повысит, очень высока. Но не будем обольщаться. Банк Канады уже не раз садился в лужу своими решениями. Я думаю, что все-таки они работают над ошибками, где в этот раз повышать ставку не будут. Поэтому работаем с прежним фоном и делаем ставку на рост пары USDC. Евро против доллара. Почему мы росли вчера? Это следствие протоколов, которые вышли по монетарной политике последнего заседания. Протоколы исключительно в оптимистичных тонах, в массах комплиментов. Собственно, Европейская Центральная Банка сделала национальной экономике. Ситуация улучшается, восстанавливается. Перспективы крайне радужные, замечательные. И представители Европейского Центрального Банка допускают возможность пересмотра денежных политик. Ну, что это за пересмотр? История умалчивает. Ну, скорее всего, конечно же, если вы покупаете евро, вы рассчитываете на то, что политику будут ужесточать. Я думаю, что пока рановато говорить об этом. Тем более, что сам ЦБ вчера сделал акцент на то, что не будут ничего менять в программе количественного смещения дальше. И заставка до тех пор, пока инфляция не достигнет цели. Евро вчера еще поддержала статистика по Германии. В 2017 году у нас рост 2,2%. Это максимальный показатель за последние 6 лет. Стимулом для таких данных выступил крайне высокий внутренний спрос. Рост и высокий показатель экспорта. Кстати, экспорт вырос в прошлом году практически на 5%. Ну, круто, конечно, молодцы. Но для долгосрочных трендов по валюте этого еще очень мало. Потому что, еще раз повторяю, друзья, то, что экономический рост, каким бы прекрасным он ни был в рамках региона, это единственная цель для регулятора. То есть в рамках мандата ЕЦБ еще остается контроль инфляции с ней. Я думаю, что, можно сказать, все плохо, поэтому мы спекулируем на мягкой экономической политике и высматриваем большие горизонты для снижения курса евро. Если вы ищете уровни для продажи, чем выше, соответственно, мои планки 1.20, тем эти уровни привлекательнее. Думаю, что с какого бы значения вы сейчас не стали бы шортить в валютную пару, будет вам профит и в самое ближайшее время. Пару слов, друзья, еще про криптоинструменты, крипторынок. В целом, как вы помните, вчера мы еще на азиатской и большей части европейских торгов говорили о негативе. Почему? Потому что видели, как весь сектор крипты окрашен был в красный цвет. Это говорит о том, что на рынке правят медвежье настроение. Почему? Потому что вслед за новостным фоном, когда CoinMarketCap исключил из расчета средней цены криптоинструментов данные с южнокорейских бирж, на рынке появился другой фундамент, который привел к еще большей коррекции. И этот фундамент был связан с тем, что руководство, скажем так, регулятор Южной Кореи, рассматривает возможность законодательного запрета деятельности криптобирж на территории данного государства. Тут же это спровоцировало серьезные распродажи, потому что у нас уже есть опыт работы с таким фундаментом, и мы понимаем, что такими темпами регулятор Южной Кореи может повторить действия, которые некоторое время назад, в середине прошлого года, были приняты Народным банком Китая. Ввели тотальный запрет на все операции ICO, то есть привлечение топ-капитала в проекты. И финансирование тех проектов шло через биткоин и эфиры в том числе. Внажили запрет на функционирование крупных национальных бирж, и это спровоцировало серьезные распродажи оттока и майнеров, и трейдеров этого рынка на другие. Попечатки все перекинулись вот в Японию и на бирже Южной Кореи, и сейчас вот Южная Корея тоже вроде бы как может сделать то же самое. Я напоминаю, друзья, что может быть основная причина кроется не вот этих высокопарных заявлений о том, что тот же самый биткоин не обладает товарными свойствами, соответственно, не может быть полноценным платежным средством. Я думаю, что причина истинная, она может быть даже проще. Регуляторы боятся того, что интерес к крипторынку будет усиливаться, будет расти. Этот интерес в конечном счете приведет к меньшей востребованности традиционных инструментов, которые контролируются регулятором, а крипторынк регулятором не контролируется. Для того, чтобы снова начать переориентировать трейдеров на более привычные для всех инструменты, нужно, конечно же, лишать их возможности работать с тем, что находится вне зоны контроля. То есть в данном случае с криптовалютой. Возможно, причина кроется еще, скажем, либо поверхность, глубже, как посмотреть. И она, опять же, сводится к глобальному замговору, когда трейдеров начинают постепенно вытеснять с крупных рынков площадок и вести на тот, на котором в итоге все должны оказаться. У нас был Китай, у нас была Южная Корея и Япония. У нас нет теперь Китая. Может быть, вопрос уже очень большой открытости рынков Южной Кореи. Соответственно, если мы допустим, что и этот рынок, так же как и станет недоступным, все будут вынуждены перекочевать в Японию, я думаю, что и там до запретов дело очень быстро дает. В итоге все окажутся на рынках США. И тут не буду, опять же, забивать вам голову своими теориями. Снова просто хочу обратить ваше внимание на наличие крайне интересного актива Ripple, который, кстати, очень неплохо подрос со времени вчерашних торгов. Сейчас котировки даже вышли по 2 долларов. Причина кроется в том, что Ripple заключил новое партнерское соглашение и с кем, как вы думаете? С крупнейшей международной платежной системой, точнее, системой международных переводов по MoneyGram. И считается то, что это партнерство является первой лазочкой, потому что Ripple руководство обещало нам 3 или 4 новых партнерства в этом году с очень крупными сетями, которые занимаются торговечными переводами. И вот первый, как говорится, пошел. Позитив есть, Ripple растет, и я думаю, что мы смело можем дальше ставить на то, что Ripple будет оставаться в числе востребованных инструментов. В отличие от, кстати, Bitcoin, где я по-прежнему долгосрочный скептик, потому что я понимаю, что у Bitcoin есть очень серьезная проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Это проблема, скажем так, пропускной способности, крайне низкой емкости одного блока получения Bitcoin, который, как вы знаете, составляет жалкий 1 метр, 1 мегабайт. И вследствие этого количество транзакций, которые обрабатываются в секунду, ничтожно мало, от 3 до 5. Это абсолютно неконкурентные, конечно же, условия среди тех активов, которые есть, построенных тоже на базе блокчейна, но которые характеризуются более высокой скоростью. С такой скоростью Bitcoin, конечно же, очень трудно будет бороться за звание инструмента, либо какой-то международной платежной системы, если дело в конечном счете до этого дойдет. Проблему можно было решить посредством HardFork, введения нового протокола CQ2X, но вы помните, что его отменили, и пока что история умалчивает, когда мы можем к нему снова вернуться. Поэтому я вижу причину, по которой Bitcoin особо сильно не вырастет. Надеюсь, что вы тоже, как я, видите, причину в проблемах масштабирования. И ищите более интересные инструменты крипторынка между строк. Я думаю, что я уже дал вам понять, на какой актив сейчас стоит обращать внимание. Друзья, из важных отчетов сегодняшнего дня – троничные продажи и данные по инфляции. А в штатах в 16.30 ждем поддержки для доллара. В 21.00 под закрытие дня в Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Отчет ждем большего давления на котировки нефти. На этом все. Хочется вам пожелать удачной торговой сессии. Хороших выходных. Обязательно сохраните бодрое расположение духа. Жду вас в понедельник. Снова в прямом эфире в 9.30 по московскому времени. Как и всегда, в неизменное время. Если нет возможности присутствовать в прямом эфире, не забывайте, что вам доступна запись на канале на YouTube. На этом все. Всего доброго. До свидания.